И подписчики моего канала, сегодня с вами говорим про синдром беспокойных ног у пожилых, у молодых, соответственно, история, которая может быть достаточно неприятной. И почему так может быть, как на это повлиять, соответственно, что делать, если есть синдром беспокойных ног. Это первая история, первая это физическая, вторая это психологическая. То есть мы с вами понимаем, что фибромиология и синдром беспокойных ног, это должна быть коррекция. И коррекция в первую очередь эмоционального фона. Первое это психотерапевт, а второе это нутрицептики. Обычно коррекция эмоционального фона идет с комплекс с валерьяной, комплекс с магнием, комплекс с витозавриками. И, соответственно, витамин D с лецитином, это обязательно. Очень важно быть в программе очистки. Соответственно, здесь нам нужно работать с микрофлорой, бифидофлорус фил, жихлорофил жидкий. И, соответственно, это сделать так, чтобы вы себя комфортно чувствовали. Синдром беспокойных ног обычно связан с нервным истощением и с дефицитарными состояниями. То есть магний по 1-3 раза с едой, витозаврики с железом, можно их с группой B даже, для того, чтобы расслабить нервную систему. Можно пить омегу, если ее недостаточно. И витамин D по анализу это обязательно. И если вы чувствуете, что вы в программе очистки нервной системы, то это будет важно. Я считаю, что важно найти группу для контроля за телом. То есть или плавание, или йога, или то, что вас наполняет. И, соответственно, вы решите вопрос расслабления. Синдром беспокойных ног бывает у разных людей и по разным причинам. Но первая причина это дефициты, вторая интоксикация, третья нервное истощение. Все эти вопросы решаемы. Решаемы со своим психотерапевтом и со своим нутрициологом. Соответственно, если данная тема вам полезна, пишите. Я с радостью отвечаю на ваши вопросы. И могу сказать, что беспокойные ноги это коррекция эмоционального в основном фона.